Итак, вчера вы приехали в Петербург. Расскажите в двух словах для чего. Репетировать. В одном слове можно сказать. Петербург. Ваш родной город. И наверняка у вас в детстве были какие-то любимые места. Расскажите о них и изменились ли они спустя годы. Вот Петропавловка самое мое любимое место, потому что я жил буквально в двух шагах. И вот сейчас я когда шел сюда утром, бухнула пушка в 12. И опять нахлынули эти воспоминания, связанные с этим. Потому что у меня из окна был виден шпиль Петропавловки. Из окна моей комнаты. И слышно было всегда куранты каждые 15 минут. То есть это связано со всем моим детством, как сказать. Все, что связано с Петропавловской. И потом вокруг нее и на ней бесконечно происходили, конечно, приключения мои детские. Я проваливался под лед пару раз, сбегая с уроков. Ну вот это все. Да. Однажды канал, который вокруг идет Петропавловки, там однажды прошел бульдозер и выкопал все, что... Ну, то есть ее вычистил. Ну вот. И выгреб на лужайку с той стороны, где Петропавловка, огромную гору вот этого ила и мусора. Я нашел там кошелек с монетами со старинными, истлевший в этой куче. Вот. Для нас это, конечно, такой был вообще праздник. Вот. И потом каждый, например, салют. Каждый раз, когда салют происходил, мы потом привязывали на веревку магнитики. Ну, такие, знаешь, круглые от динамиков. И забрасывали эти магниты в речку, там, где был салют, и вылавливали ушки, так называемые. Это железные такие, разных цветов. Ну, как пистоны, что ли. Они на ракетах, на этих. Когда ракеты эти запускали салюта, то эти штуки железные, они падали в воду. Ну вот. И потом, значит, мы их вылавливали, и у нас была в школе даже целая система, они как монеты были. У них была своя... У каждого цвета был свой номинал. Вот. И мы их обменивали друг с другом. Этими ушками менялись. А на сколько город сейчас изменился? Совершенно. Я его не узнаю. Ну, вернее, как я камни вижу, там, старые, скажем, я узнаю эти дела, но вот ощущение совсем другое. Ну, лучше или хуже стало? Как-то лучше, по-другому просто. Лучше как-то, наверное. Наверное, лучше. Но я здесь не живу, поэтому я не могу сказать точно. А как вам далась школа? Школа вообще... У меня было много школ, связанных с ними вещей. Дело в том, что меня родители, как они хотели... У них были свои какие-то взгляды, и они меня перебрасывали все время из одной школы в другую. Я был сначала в английской школе в 80-й, которая на улице Мира. Потом в 77-й. Это которая у Владимирского собора. Знаешь, где Владимирский собор? Это напротив юбилейного. Вот там. Вот. А потом... А заканчивал я 73-ю школу. Это которая сейчас угол Бармалеева и Большого проспекта. Сейчас там бутик какой-то. Ну, вот. Это была школа, которая закончила. Я и Сашка Ляпин, и Дюша Романов. Мы все из одной школы. А как закончили? С какими оценками? Тройки. Тройки? А потом вы пошли... Три с половиной у меня был балл средний. Но мне хватило, я поступил в технологику после этого. А почему именно туда? Заставили родители. Меня не интересовала химия вообще никак. А потом пригодились знания? А, в каком-то смысле, конечно, химия пригодилась в жизни. Да. В практическом смысле, конечно, химия мне пригодилась. То есть, теоретически, не помню ничего. Помню валентность некоторых элементов, и все. Больше ничего. Когда поняли, что хотите музыкой заниматься? Ну, с музыкой... У меня... Я сначала был коллекционерами. Собирал пластинки и записи. Пластинок было штуки четыре, и я ими просто обменивался с друзьями на время. Менялся, таким образом получал новую музыку. И переписывал. Тогда еще на бобины. Потому что, когда я был в возрастковом возрасте, еще кассет не было. Были бобинные магнитофоны, и у меня была целая коллекция этих бобин с разными альбомами. И я все знал наизусть. Даже сам печатал на них обложки, фотографии какие-то. Потом мне это все пригодилось. Уже в будущем, когда стал играть в аквариуме и в кино, то я одно время зарабатывал тем, что я переписывал эти альбомы, на которых я играл с бобины на бобину, и продавал. Клеил туда обложки, продавал. И на это жил. Поддержка от родителей была какая-нибудь? Была. Ну, консервы. Комнату мама мне выделила в свое время. Им удалось получить на меня комнату и таким образом отселить меня от своей нормальной жизни. Почему именно бас-гитара? Был выбор. Либо бас-гитара, либо барабаны. У меня был друг, но сейчас помер уже, собственно, сколько? 25 лет назад. Он мой одноклассник, и он был единственным человеком, когда меня забрали в армию в 1975 году, он мне единственный писал регулярно. Посылал даже какие-то бандероли с альбомами, с бобинами, с пленками. И я слушал их в армии. Это то, что меня от безумия спасало, потому что, конечно, там ситуация странная очень, как в тюрьме. Ну вот, и он сквозь, насквозь вот этих двух лет моей службы постоянно мне говорил, что вот он стал хиппаком, он затасовался там с какими-то чуваками, которые стали делать музыку, играть группой, стал заниматься на флейте. Говорит, ты должен будешь в нашей группе играть, как только придешь. поэтому решай сейчас, значит, на чем ты будешь играть, на басу или на барабанах. Но вот барабаны было слишком для меня сложно, потому что я тогда, как бы, жил еще с родителями, и представить себе, что я буду там в родительской этой квартире колотить по барабанам, это сложно вообще. Поэтому я решил, что я, ну, это меньшей крови, и инструмент легче добыть. Ну вот, то есть, в практических соображений бас был удобнее. Ну вот, я взял бас, но, в принципе, повезло, то есть, потому что мне сейчас, как бы, представить, что я там, скажем, играл бы на барабанах, это никак. Вот. Ну, сказали, что легко найти бас, но... Нет. Как? Где вы достали первых ваших бас? Нет, я купил, купил чешский бас, он был дешевый, вполне, 230 рублей. Это был бас, который назывался Йолана Color Bass. Он был полуакустический, вот как синяя гитарка, вот там, он с такими сэфами, такой, знаешь, пустой внутри был. Вот. И, в принципе, нормально для первого баса, вполне. Я все равно его весь сточил под корень, потому что я занимался, там, по 10 часов в день на инструменте. Вот. И я не жалею, потому что мне действительно удавалось сразу очень многое, потому что я собирал пластинки и очень внимательно все это выслушивал, это все было на слуху, поэтому, чтобы играть на басу, ну, примитивно, какие-то первые опыты, достаточно было того, что я, моего багажа этого вот, услышанной музыки, понимаешь? Ну, то есть, как бы я, главные какие-то для себя вещи понял еще до того, как я начал играть, поэтому я начал играть очень легко, сразу, моментально, и уже через полгода, как после того, как я начал играть, я уже играл в группе «Земляне», вот меня пригласили, правда, это было ужасно, конечно, конечно, но, как я сейчас понимаю, но играл, вот даже два года я с ними продержался у них. А кто вдохновлял вас? Какие пластинки слушали? Я слушал очень много, значит, из жанров, в том смысле, из времени, то есть, это конец 60-х, начало 70-х, первая половина 70-х годов. Это был самый такой для меня аж горячий период в восприятии музыкальном. Поэтому у меня был «Ледзеп», самое важное впечатление для меня. Мне очень нравился «Блэк Саббат», ранние альбомы, и очень много музыки американской. Мне нравился «Грэнд Фан Крейл Роуд», мне нравился, скажем, «Дорс» в каком-то определенном периоде. Американская, короче говоря, американская психоделия и фолк. То есть, естественно, Дилан, то есть, Дилан, как я сейчас понимаю, тогда меня вставлял меньше всего, потому что я не очень сильно въезжал тогда в тексты. А для того, чтобы слушать Дилана, нужно изучать его тексты, чтобы понять как бы глубину всю, процесс. Вот. Поэтому в основном меня вставлял тогда, короче говоря, хард-рок первой волны. Получается, что вы просто слушали музыку и учились по ней играть? Или у вас были какие-то, может, самоучители? И самоучители были в определенный период. Были и самоучители, я даже пошел в школу, музыкальную школу для взрослых на полгода, где познакомился с Витькой Сологубом. Он в то время еще группы «Странные игры» не было, и даже в проекте ничего у него не было. И он учился в этой же школе, он учился на гитаре, а я учился на басу. А помните свои первые ощущения от первого большого концерта? Помню. Мой первый большой концерт это был, я играл в цирке в городе Киров с группой «Земляне». Это был огромный концерт, дикий совершенно, это, по-моему, 6 тысяч народу, был, конечно, аншлаг, но вот, и это был тур землянский. Я ужасно, конечно, переживал, просто не находил себе места, потому что для меня это было я полгода как играл на инструменте, ничего не умел. А Киселев, тогдашний руководитель этой группы, он играл на барабанах и за барабанов кричал на всех, чтобы все, значит, ну, повиновались его сценарию, там, то, что он в голове своей представил для этой группы. И он кричал «Эй!» там, бросал играть на барабанах и палкой тыкал тут, вот, нужно было перебежать с одного конца сцены на другой. Так что, вот такой концерт первый в моей жизни. Я, кстати, был в этом цирке недавно, все вспомнил. А на что ходили? Не, я просто зашел туда, да, просто зашел, посмотрел немного. Он, по-моему, уже не действует, он как бы просто издание осталось. А как вы реагировали на критику и как вообще, на ваш взгляд, нужно на нее реагировать? Ну, я болезненно всегда реагирую на любую критику, но любая критика, по-моему, из этого важно извлекать урок для себя, мне кажется. Для того она и существует. А самокритика? Самокритика – это самая важная критика. Какой был круг общения у вас в те годы? И как вы вообще вошли в музыкальную сферу? В какие годы? Потому что в разные годы было разное. Ну, вот в начале, после, допустим, после школы, во время техникума. Ну, только-только, когда начали знакомиться с музыкантами, как вообще это происходило? Ну, после школы я с музыкантами не знакомился, потому что после школы это был такой ураганный период, когда я собирал музыку, я говорил, да, но сам еще не играл. То есть я начал играть только после того, как я вернулся из армии, когда мне было уже 20 лет. 21. Вот. И тогда, когда я вернулся из армии, я снял времянку в озерках у наших знакомых Юдинцевых. Фанерный такой сарайчик. Ну, вот. И в этом сарае жил, топил печку с старыми ботинками. Вот. И мы там репетировали с Мишей, вот с этим чуваком, который мне писал в армию. И наш круг знакомых это была хиповая коммуна тогдашних озерков. То есть там было несколько домов, в которых жили хиппи. И к нам приезжали наши друзья из Вильнюса, там еще откуда-то, из Прибалтики. Прибалтийские хиппи были самые главные в системе, такая, самые респектабельные. Ну, когда вы начинали, у вас были моменты, когда вы понимали, что, возможно, это не мое. И как вы находили силы работать дальше? Ну, да. Конечно, моменты такие у каждого человека бывают. И с каждым сделкой, которыми он занимается. Ну, у меня... Я упрямый очень человек. Вот. Как я сейчас понимаю. То есть, если меня что-то втемяшилось, я этим занимаюсь и буду заниматься. Несмотря на, скажем, какие-то негативные дела или сетбэки. Ну, так устроен. То есть, я пру, как на пролом. И всю жизнь так. Вот. Нельзя сказать, что я, скажем, тупо, там, следуя одной идее. Нет. Не так. Ну, просто я упрямо занимаюсь каким-то делом, пока не получу определенного результата. Это совершенно точно. Иначе бы я ничего не добился. Когда начали придумывать первые мелодии и как пришли к своему стилю игры? Вот. Мелодичная игра мне начала... Мне нравилась всегда. Мелодичная игра. А в какой-то момент я играю в рок-клубовских группах, в рок-клубовском в этом секторе нашем, уйдя из профессиональной музыки, туда был, ну, наверное, одним из самых продвинутых, что ли, музыкантов. И мне не хватало определенной какой-то своей, ну, какой-то черты такой, неожиданной и очень уникальной. Тогда я придумал постепенно. Мне попался, вернее, так, один из моих друзей, у меня были всегда американцы, знакомые, с начала 80-х годов, которые, поскольку, да, это надо развлечься и рассказать об этом. У нас, рядом с моим домом, на Добролюбове 5, напротив него, сейчас находится там, «Газпромовская» какая-то бандитская тусовка, типа, какой-то ресторан, там и прочее. Но это здание было общагой университета, «Шестерка» она называлась. И вот «Шестерка», там постоянно были группы стажирующихся американцев и англичан, которые приезжали туда на полгода, в те годы, в Совковые времена. И мы дружили с ними, и они нам привозили, причем привозили уже по традиции, потому что, это уже длилось из года в год. Они привозили, приезжали новые партии, привозили новую музыку. Ну вот, и мне там в свое время, тогда это, в 70-х годах, привезли скейтборд. И я начал кататься на скейтборде к изумлению тогдашней публики, потому что это невиданная такая штука, самокат такой. Вот, и, короче говоря, мне попалась пластинка, которая называлась «Джакоб Асториус». Это 76-го, года альбом. Вот, это совершенно сумасшедший сольный альбом вот этого басиста, который играл в «Weather Report», потом он и позже стал играть с Дженни Митчелл и так далее. Такой джазовый басист из «Майами», который просто изменил мир бас-гитары совершенно точно. В то время это было совершенно полнейший вообще углёт. Я, услышав этот альбом, я совершенно заболел этим звуком, этим стилем. Больше всего меня потрясали его медленные какие-то баллады, потому что его мелодичность и такая чувственность игры на этом инструменте меня абсолютно совершенно магнетизировали. Вот это был, пожалуй, решающий момент тогда, чтобы я понял, что я хочу так же. И вот подвернулся случай, когда я уже играл в кино, у нас был друг Максим, у которого был друг Финн, который привёз мне вот этот белый бас. Дорого всё было, конечно, ужасно, но не ошибся я, не жалею ни секунды. Ну вот, ты... Да, а второй основной был мой кумир, это Миккарн. Это уже позже была такая группа английская из Южного Лондона, из Льюишима, которая называлась Джипан. Ну вот, и они там они состояли из двух братьев, это певец и барабанщик. И двух одноклассников их. Ну вот, они все как бы из одного класса получается, школы. Ну вот, один из них грек, такой лопоглазенький грек. Миккарн, это его стейдж-нейм, то есть псевдоним. На самом деле он какой-то Стефанопулос, какой-то, в общем, фамилия такая непроизносимая по-английски. вот, и да, и он потрясающий тем, что он духовик, он закончил музыкальную школу по кларнету. И он играл на каких-то кларнетах, на зурне, на саксофоне, на флейтах, но при этом, значит, играл на бас-гитаре. Бас-гитара у него была с этими с дитюнерами, то есть это такие специальные рычаги, которые меняют строй инструмента. И ты можешь как бы, играя, вдруг, ну, так, дернуть рукой, щелкнуть вот там этот щелчок, раз, и у тебя струна на тон ниже становится. И вообще весь строй меняется, и из-за этого совершенно сумасшедшие какие-то неземные абсолютно сочетания мелодий, вот, чем он славился. Он был совершенно абсолютно сумасшедший единственный в своем роде гений. Вот, и если есть возможность послушать когда-нибудь Чипан, то ты поймешь, о чем я говорю. Вот, это второй был чувак, который очень сильно на меня повлиял, и поэтому все вот, например, партии с альбомов кино я всегда продумывал таким образом, что мне хотелось вот этого странного, такого странного создать настроение непонятное. Ну, вот, что мне похоже удалось там, потому что до сих пор люди об этом вспоминают, там, поют дифферамбы. Но вот тогда я думал именно о том, что мне нужно было создать какой-то странный определенный привкус придать. Я не мог даже в словах это все выразить, как, ну, придумывал, сидел сутками над всем этим. Вы сказали, что вот ваша белая бас-гитара была дорогая. А где вы зарабатывали? Как? Каких работах были? Ну, это постепенный процесс. Тогда как бы каждый из нас мог позволить себе в лучшем случае там один инструмент. Значит, соответственно, у меня сначала было, как я рассказал, вот этот чешский бас, потом я его продал, купил себе другой чешский бас, потом я продал его, купил себе немец, восточно-германский бас, ГДРовский, который у меня украли, потом я купил себе еще какой-то самопальный бас, потом я купил себе японский джаз-бас, вот это, когда я стал работать в землянах, я заработал, купил себе первый японский бас, и вот уже японский бас я обменял на американский бас, ну вот, с доплатой, то есть это все обменность доплатой, понимаешь, ты отдаешь один, платишь еще сверху, получаешь какой-то другой, в лучшем случае, или продаешь и, ну, то есть, такой вот трейд, и таким образом постепенно я вышел на то, чтобы вот мне, значит, удалось занять две тысячи в долг, продать свой гибсон граббер, который у меня был тогда, и выкупить вот этот бас, и потом я еще два года отдавал долги свои за него. Ну, где деньги-то брали? В долг взял. Ну, нет, в плане, как отдавали по трубам. Вот, альбомы, домашние концерты, то-се, постепенно, там, по 50, по 100 рублей. Сейчас молодежь стремится уехать за границу на постоянное место жительства. У вас был такой опыт, и как построить жизнь с нуля в совершенно новой стране? Совсем с нуля? Ну, не с нуля, ну, приезжайте, и там же незнакомых нет. Да. Ничего не работают, не связи. Как вот? Если есть ну, гениальное что-то или профессия какая-то, то она вытащит наружу постепенно. Если этого нет, значит, нужно подождать с переездом, потому что просто так ехать туда на, скажем, совсем на пустое место, нужно подготовить себя к большому количеству неприятностей это в таком случае. Английский вы, как я поняла, учили в школе. Да. И вот вы приехали в Англию со школьными знаниями? Нет. Или где вы еще учили его? Я же и музыкой занимался. А, и знакомились там? Да, конечно. У меня музыкальное занятие музыкой меня очень сильно в плане языка тоже подхлестывало, потому что я изучал и тексты, и читал интервью, и статьи, и биографии. У меня был период, когда я перечитал все биографии этих великих людей, типа Джона Леннонскую биографию, Боба Марли, ну, Кис Ричардс и всех остальных. Все-таки гражданином какой страны вы себя считаете? Я подданный королевы. А музыкальное будущее у России хорошее музыкальное будущее есть? Как думаете? А я не знаю. Понимаешь? Потому что я не живу здесь, я не варюсь, соответственно, я не знаю молодые группы. Если бы я жил здесь, я, скажем так, тусовался бы по клубам, у меня были бы какие-то новости. А я приезжаю на два-три дня. Я сыграл на концерт, выспался в гостинице и поехал дальше. Поэтому ну вот я сейчас приехал на репетиции, я здесь три дня, ну вот, и мы занимаемся вот с часу и до восьми часов вечера. То есть у нас семь часов плотной работы каждый день. После этого, скажем, ходить куда-то там по клубам или слушать какие-то группы нет никаких сил, ебогу. Потому что мы отдаемся полностью здесь себе. и к чему я говорю? К тому, что для того, чтобы точно знать сцену музыкальную, нужно вариться в этом процессе. Какой совет вы можете дать начинающим исполнителям или просто начинающим творческим людям? совет? Для того, чтобы заниматься творчеством, нужно точно знать зачем. Потому что просто так на сегодняшний день этим заниматься не рекомендую. Я думаю, что нужно просто точно знать, зачем ты занимаешься творчеством, быть уверенным. И тогда уже не оглядываться идти вперед. Эта уверенность приходит сразу или все-таки нужно покопаться в себе, чтобы понять, зачем? У каждого по-своему. А какие книги на вас произвели большое впечатление или фильм? Мне очень нравится фильм «Старший сын». Это фильм по Пьесе Вампилова с Леоновым, Евгением Леоновым в главной роли. Он там играет роль такого заштатного кларнетиста, папочки с двумя детьми, одинокого родителя, который живет в каком-то Новомыльникове под Москвой и ездит, играет на похоронах на кларнете. Вот этот фильм, он меня в свое время потряс, и я его, ну, скажем, каждую реплику из этого фильма помню и знаю наизусть. А книги? Книги? Ну, из последнего, то есть, вот, я недавно перечитал, например, «Норвежский лес» с мураками, ну, вот, и меня потрясло в очередной раз, там, как бы, очень сильно пересекается с моими какими-то опытами, когда я был юношей, все переживания того главного героя, который из этой книги. Из отечественной литературы, я не помню. У меня, мне повезло, что у меня в комнате, когда я жил с родителями, у меня в комнате был шкаф книжный, и вся вот их подписная литература, они любили эти, знаешь, многотомные издания. То есть, у нас было полное собрание сочинений, например, Конан Дойля, и я в свое время читал Конан Дойля, просто зачитывался им. Очень любил читать Жюля Верна, о Генри любил читать. О Генри мне нравилось, потому что это западный вестерн такой смешной. И Жюль Верн, потому что там такие приключения длительные, многословные. Я погружался в это дело и читал даже с фонариком ночью под дьявом. Как родители относились к музыкальному изучению? Ну, как у Джона Леннона, ему тетушка сказала, тоже говорит, Джон, конечно, гитара это хорошее дело, но она не сделает тебя счастливым. Ну, в итоге сделала. Ну, я счастлив еще и по массе причин счастлив. Скажем так, у меня основное мое счастье это моя семья. Поэтому, если бы не было семьи, то все остальное не смогло бы меня, скажем, делать селивым. Селивым.